Царю небесный, утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, И жизнеподателю приди вселися вны, И очистины от всяких скверны, И спаси блажа души наша. Господи, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины, Прибудь с нами, дай все услышанное здесь запомнить, Раствори это верою, и дай силы донести другим людям, Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Продолжаем противосектантские материалы изучения. Сейчас зачитываем места из житей святых, Где встречается повествование о быдолах. Так, 1 июля, Патит, ваш государь судит своих подчиненных за такие дела, А вы их чтите, творящих то же самое. 6 июля, Марин, повествование об быдолах, Кто они и о нечестивых идолопоклонниках. 18 июля, Емелиан, войдя в капище, разбивал всех идолов молотом, Когда жрецы отдыхали. 27 июля, Пантелеимон, своего отца избавил от идолобесия. Сокрушили идолов и засыпали их в яму. 5 августа, Понтий, получил всемирное прозвище, Как сокрушитель идолов. 18 августа, Сосанна, Дунула на идола, и он стал невидим. Увидели, что уже на улице валялся. 18 августа, Флор и Лавр, После молитвы пошли ломать в капище идолов. Казнены, 2 сентября, Маман, кто такой бог Серапис? 4 сентября, Вавила, Идол Аполлон перестал отвечать жрецам, Так как рядом на кладбище оказались похороненными мощи святителя мученика. 4 сентября, Вавила, Бес, Выдол Аполлон перестал отвечать, Ибо рядом на кладбище были похоронены мощи Вавилы. Сила дьявола угасла. 7 сентября, Созонт отломил руку у золотого идола и раздал нищим. 12 сентября, Симеон Столпник, Уверовавшие приходили и ломали идолов при столпе. 20 сентября, Аристоклий громко хулил идолов, Стоя на холме, усечен. 26 сентября, Иоанн Богослов, Был лозунг, Идол Бахус, Отец Свободы. 28 сентября, Харитон, Идола жги, руби, хули, он не слышит. 28 сентября, Александр, В голову Марка внесли выдольское капище, Идолы рухнули. 22 октября, Аверкий бил идолов, Только треск стоял. Жрицы проснулись, Вначале не могли понять, что за звуки. 28 октября, Пороскева, В Идольском капище, Будучи туда насильно приведена, Творит победные чудеса. 16 ноября, Матфей. Вокруг огня 12 идолов превратились в змея, И он бросился на князя Ульвиана, Обратился, стал епископом. 19 ноября, Царь Сажей вымазал лицо идолов, Идолы превратились в воду. 23 ноября, Митрофан отказался идти туда, Где идолы. 10 декабря, Мина. Кто такие идолы, И могут ли они почитаться за богов? Бог должен обладать следующими качествами. Бог безначален, бесконечен, бессмертен. Если бы хотя бы одного качества не достает, То это уже и не Бог. 12 декабря, Спиридон Тремифунский, Только по его молитве пал идол. 13 декабря, Орест. О идолах на допросе. Кто они? 18 декабря, Севастьян. Дает подробные разъяснения об идолах. То, что творят идолы, Их поступки судятся даже по мирским законам. Они все достойны смерти. 200 идолов были разбиты, Везде установлены идолы. И ни продать, ни купить верным нельзя было Без принесения идолам жертвы. 20 декабря, Игнатий Богоносец. Идолы – это бесы. Ныне спало с них покрывало лжи. Итак, вот то, что касается идолов. Теперь слово иконы, Об иконах, что говорится в житиях святых. Узнаем. Память 1 января Василий Великий Молился перед иконами Богородицы и святого Меркурия. В это время в ставке Юлиана Отступника появился неизвестный воин И копьем поразил Отступника вниз живота. Он откинулся на руки оруженосца и, захватив густок крови под доспехами, Кинул ею в небо. Прохрепел. Ты победил, Галилеянин. Во все это время киот иконы был пуст. Теперь же появилось изображение святого Меркурия, И с копья его капала кровь. Память 14 января Нина В Грузию привезли иконы. 19 февраля Досифей, Рассматривая картину страшного суда, Обратился. 12 марта Феофан Он говорил царю, Познай царь, на иконах та же история, что и в книгах, Только она в красках. 17 марта Алексий, Божий человек Пономарю икона сказала, Веди в церковь человека Божия. 23 марта Никон И из уст иконы Божьей Матери Голдуп вылетел. 24 марта Иаков Исповедник Страдать за иконы это равносильно тому, Как страдать за Христа. Память 1 апреля Мария Египетская к иконе Богородицы. Будь поручительница, Не оскверню тело. 17 апреля Зосима Обратился к образу спасителя, Как к живому. 21 апреля И на януарий Иконы мученика не умершего. 22 апреля Феодор Сикиот Болен Две капли росы пали с иконы спасителя на него, И он выздоровел. 23 апреля Георгий Победоносец В икону Сарасин Стрелял, ранен, Обратился. 3 мая Феодосия Князю был страшный голос от иконы, Что обещал, то отдай. 11 мая Кирилл Икону его написали. 29 мая Феодулия Доказательство необходимости иметь иконы, Воин лез к инокам, Пал, Умер. Воин лез к иконам, Пал, Умер. 14 июня Мефодий Поражение в войне За непочитание икон, Иконоборцы же Истолковали свое поражение иначе. Мы потерпели поражение, Потому что среди нас Были почитатели икон. 17 июня Шалва Погибло 10 тысяч на реке Курия, Когда заставляли плевать на иконы и поклониться исламу. 19 июля Иоанн Отшельник Имел образ Богородицы с младенцем. Восьмого июля Проклий, Прокопий, Крест сделан, Появились на кресте изображения. 9 июля Панкратий, Первый век, Вышли на встречу с крестом и двумя иконами. 9 августа, Иулеан, Тогда стражник был на высокой лестнице, Снимая изображение медное над воротами, Ведущими в город. Лестницу опрокинули православные, И воин погиб. Было казнено немало людей. 17 августа, Алипий, На иконе свет, И голубь из уст излетел, Ангел за три часа икону нарисовал. 21 августа, Авгарь, Князь Эдесский, Послал ко Христу иконописца, А получил нерукотворный плат. 31 августа, Геннадий, Патриарх, Один инок написал образ Христа, Вели из Зевса, Руки отсохли. 7 сентября, Иоанновый, Икону не могли сдвинуть. Помолились, И икона сама двинулась на стену. От врагов же икона Отвратила лик, И они стали убивать друг друга. 10 сентября, Пульхерия, Царица Евдоксия, Жена Феодосия Младшего, Поклонилась Образу Богородицы. 13 сентября, Корнилий, Иконописец, Энкартии рисовал икону Корнилия, И не получалось у него, И он ругался. Пульник наказан явлением умершего Корнилия, И познал лик святого. 21 сентября, Ипатии, Кожу на голове содрали, И иконы на голове сожгли. 22 сентября, Фекла, Жарец сделал изображение ее, Уверовал, Облабузал икону. 1 октября, Иоанн Кукузель, Он певец, Божья Матерь, Дала золотую монету перед иконой. 10 октября, Феофил, Иконы в болото сжигали на головах. 18 октября, Лука, Изобразил образ Пречистой, Петра и Павла. В память 26 октября, Димитрий тайно верил, Внутри палаты две иконы. 11 ноября, Феодор студит Доказательство того, Что святые иконы не есть идолы. Противники мазали калом Святые иконы. 12 ноября, Иоанн Милостивый, Отец умирал и предложил Юноше 10 литр золота Или икону Богородицы. 12 ноября, Иоанн Златоуст, Когда он писал толкование На послание апостола Павла, В это время его секретарь Прокол Видел сзади Иоанна, Стоящего человека, Наклонившегося и что-то Говорившего святителю. Позже он увидел икону Апостола Павла И узнал его. 17 ноября, 17 ноября, Лазарь, Песец, Будучи уже арестован, И находясь в темнице, Писал иконы. 20 ноября, Евстафий, Незапертый дом, Лавка, Пришел раб, Увидел иконы В пределах, Увидел иконы И передал всех на казнь. 20 ноября, Прокол Секретарь Анна Златоуста Видел апостола Павла Как на иконе. 24 ноября, Екатерина Получила икону Богородицы, Но владелец Отворачивал лицо от нее, Гнушаясь ее. 24 ноября, Меркурий Голос иконы Скажи Меркурию, Что ждет владычица. 28 ноября, Стефан Новый Приказ иконы Соскабливать, Замазывать ее, Вместо икон По стенам храмов Изображать бы Птиц, Зверей, Растения. Стефан готов Был быть сожжен За иконы. 4 декабря Иоанн Дамаскин, Когда его оклеветали, Отсекли руку, Он с отсеченной рукой Пришел, Припал к образу, Преблагословенно И заснул. Когда проснулся, То увидел, Что рука была на месте. Только красная полоска Напоминала место отсечения. Сделал подобие руки Из серебра И повесил Знак благодарности Перед иконой Божьей Матери. Икона Троиручица. 6 декабря Николай Чудотворец, Чудо с иконой И патриархом, Который не чтил Николая Угодника. 15 декабря Калиферий Собрал много изображений. 19 декабря Стефан Ихсповедник, Царь, Лев Исаврянин Повелел Поднимать иконы Выше от пола На стенах, Чтобы люди Не впали Выдало поклонство. 19 декабря Григорий Америцкий Диспут с ивреями И без ковчега Мог Ноя Спасти иконы. 23 декабря Нифон Икона Богородицы Улыбнулась ему. 27 декабря Феодор Лев Армянин Был убит там, Где был попираем Образ спасителя В алтаре. 29 декабря Фаддей Насильно Ставили ногами На икону, Но смело Отвечал Целую Икону. Вопросы Может у кого-то Возникли Попрочит Дополнения? Гнадий Тихонич, Есть Слово? Али нету? Или Все уже Сказали? Я Столько Я Столько Дал Вот это Что читали Про иконы Про идолы Такого Материала Нигде Нет Больше Это Наш Материал И Что Я К Этого Могу Добавить Поверить Надо Тому Что Читал И Скажу Читай Правильно А то Кое-где Ты Ошибки Делал Все У меня Есть Вопрос Давай Вот Такой Фильм Есть Сняли Недавно Называется Кажется Молчание Там Про Миссионеров Католических Японии Там Значит Христиан Сильно Преследовали И Заставляли Отвекаться От веры Таким Вот Образом Они Ложили Икону Спасителя На землю Если Он Наступал На Икону Ногой Своей Значит Все Уже Отрекся От Христа И Оставляли Живых Вообще Можно Такое Действие Считать Отречением За Креста Если Тебя Заставляют Наступить Просто Листать На Икону Ногами Ну Это Есть Такой Фильм Про Католических Монахов В Японии Как Они Были Там Тоже Так Заставляли А Море Поднимался Уровень Моря Прилип И Они Задыхались Ну Так И Понимали Мы Сейчас Прочитали В Грузии Было Убили Десять Тысяч Человек Так Что Через Река Кура Можно Было Переходить По Трупам Без Моста И Только Одна Девочка Которая Была Здесь Последняя Это Стала На Колени Поцеловала Ее Конечно И Участь Та Самая Была Это У нас В деревне Был Один Мальчишка Сережа Я говорю А за что Тебя посадили Что то Выпили С товарищем Не поладили Он на меня Полез А я Говорит Его Ударил Ну Стали драться А рядом Висело Изображение Сталина Ну Они С места Сдвинули Он упал А я На нем Топтался На выражении Коммунисты Так Понимали Вот Солженица Написывает Пришла Там Жена Важного Начальника Коммуниста А она Говорит Ну Как Берут Булавочки Такие Ну Как Иголки Только С ушком Большим Портняшка И она Не глядя В газетку Воткнула А там Был портрет Кагановича В глаз Попало И 10 лет Дали Значит Коммунисты Тоже Смотрели А возьми Вот Когда Микояна Стрелял Стреляли Это При Ну Сына Сталина Это Василий Об этом Написано Он говорит Стреляли Не было Там Ну С какой-то Старом Подвернулся Портрет Его сразу Забрали Кое-кое-как Его отбили Это Это Действительность Реальность Такая Значит И нам Тоже Если Икона Потеряла Лик свой Там Краски Нету Или Не написано Или плохо Просто Сжигается Я как-то Был В осенниках Кажется И вот Мы оттуда Выехали С Михаилом Кальмаевым Мы Стали Смотреть Там Какие иконы А у которой Были Нина Филонова У ней Икон много Я стенки снимал Ей подавал Около ста икон Которые признали Мы Что они Недействительные И мы их сожгли И все Когда готовили Ужин Это ничего Мы не сделали А как Мы помолились Сначала Прости Господи А там не поймешь Что и написано Так надо смотреть Иконы ли Видно ли Ну и какая нужда В этом А когда прямо Заставляют Тут явно Что надо Знать какую Меру Ну ладно Ты наступил Дальше что А теперь скажи Что я проклинаю Тебя на Христа Они на этом Не остановятся Я не могу Топтать Того Кто умер за меня Почитать Я почитаю Его И в образах И в словах О нем Вот так Отвечали они Все Можно да Мне понравилось Как один царь Вот в конце Сергей читал Что запретил Повыше повесить Это указал Чтобы идолопоклонства Не было Вот бы сейчас Такое указание Дал патриарх Кирилл А то настоящее Идолопоклонство У нас в церквях Ну вот это Император Лев И они его Микрофон Император Лев А они его Считают Еретиком Может быть Еретиком Он был из-за икон Только И они его убили И кто Православные И не где-то В алтаре Он защищался Крестом Сватил Потому что Людям С царским достоинством Разрешалось Входить в алтарь За православными Тоже чистится Кое-что Это считалось Очень хорошо Удачно Потому что Телохранитель Не мог войти в алтарь И они все это Расписали Ну и где-то там Под престолом Лигде скрылись А потом выскочили Давай его рубить И зарубили в алтаре Вот так Спаси нас И помилуй Господи Еще вопросы есть По идолам Иконам Да Продолжим О святом кресте И крестном знамении Евангелие от Иоанна 12.32 Когда я вознесен Буду от земли Всех привлеку К себе Иоанна 3.14 И как Моисей Вознес змею В пустыне Так должно быть Вознесен Сыну Человеческому Галатам 6.14 А я не желаю Хвалиться Разве только Крестом Господа Нашего Иисуса Христа Которым для меня Мир распят И я для мира 1 Коринфянам 1 глава 18 стих Ибо Слово о кресте Для погибающих Юродство Есть А для нас Спасаемых Сила Божия Для своих Знамений и чудес Для откровения Своей Божественной Воли Для помощи И спасения Людей Господь Часто Употребляет Обыкновенные Предметы Иногда Даже Презираемые Людьми Например В Ветхом Завете При выходе Евреев Из Египта Моисей Жезлом Разделял Море И Евреи Переходят Среди вод По суше Читаем В книге Исход 14 глава 15-16 И сказал Господь Моисею Что ты Вопиешь Ко мне Скажи Сынам Израилем Чтобы Они Шли А ты Подними Жезл Твой И Порастрей Руку Твою На море И Раздели Его И Пройдут Сыны Израилев Среди Моря По суше Жезлом В пустыне Изводят Из скалы Воду Об этом Читаем Исход 17-я Глава С 1-го По 8-й И Двинулось Все общество Сынов Израилев Из пустыни Син В путь Свой По повелению Господню И Расположили Восстаном В Рефедиме В Рефедиме И Не было Воды Пить Народу И Укорял Народ Моисея И Говорили Дайте Нам воды Пить И Сказал Моисей Что Вы укоряете Меня Что Искушаете Господа И Жаждал Там Народ Воды И Раптал Народ Моисея Говоря Зачем Ты Вывел Нас Из Египта В море Жажды У нас И Детей Наших И Стада Наших Моисей Возапил Господу И Сказал Что Мне Делать С Народом Син Еще Немного И Побьют Меня Камнями И Сказал Господь Моисею Пройди Перед Народом И Возьми С Собою Некоторых И Старейшин Израильских И Жезл Твой Которым Ты Ударил По Воде Возьми В руку Твою И Пойди В Вод Я Стану Пред Тобой Там На Скале В Хариве И Ты Ударив Скалу И Пойдет Из Нее Вода И Будет Пить Народ И Сделал Так Моисей В Глазах Старейшин Израильских И Нарек Место Тому Имя Маса Эмирива По Причине Укорения Сунов Израилевых И Потому Что Они И Скушали Господа Говоря Есть Ли Господь Среди Нас Или Нет Еще Позже Открывает Свою Волю Бог Среди Сделанных Руками Людей Изображений Двух Еруимов Исход 25 18 22 Через Которых Совершает Великие Чудеса Разделяет Воды Иордана Разрушает Стены Иерихона Сокрушает Идолов Наказывает Людей Благословляет Благочестивого Авведара Гефянина И в Новом Завете Господь Подает Свою Милость Людям Не только Через Возложение Своих Рук Или Рук Своих Учеников Через Свою Их Одежду Или Через Помазание Илем Но даже Через Тень Апостола Петра И через Брение И Плюновение Приняв Образ Роба Христос Спасает Людей Посредством Бывшего Прежде У людей Позорного Предмета Посредством Креста Убив Вражду На нем Пролитую Кровью Своей За грехи Всего Мира Если Жеза Лааронов Рассветший И Хюраим Слава Осеняющее Чистилище Читаем Послание К евреям 9 глава 4 5 стих Были Великою Святыне Если Мы Имея Чудодействие На одежду Христа Святых Апостолов Тоже Благоговеем Перед Нею То Насколько Больше Мы Должны Любить И Почитать Крест Христа Это Обогренное Его Пречистое Кровью Знамя Победы Над Дьяволом Это Великое Орудие Нашего Спасения И Примирения С Богом Число 21 Глава 8 По 9 Стихи И Сказал Господь Моисею Сделай Себе Змея И Выстав Его На Знамя И Ужаленный Взглянув На Него Останется Жив И Сделал Молисей Медного Змея И Выставил Его На Знамя И Когда Змей Ужалил Человека Он Взглянув На Медного Змея Оставался Жив Вознесение Медного Змея Прообразовало Распятие Христа И И И Как Моисей Возьмёт Змею В пустыне Так Должно Вознесён У Сыну Человеческому Да Вы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную И Действительно Святой Крест Благословенное Древо Ибо Через Него Совершена Великая Правда Совершено Оправдание И спасение Всего Мира Через Крест Христос Оправдал Нас Перед Богом 1 Петра 2 глава 24 стих Он Грехи Наши Сам Вознес Телом Своим Надрево Дабы Мы Избавившись От Грехов Жили Для Правды Ранами Его Вы Исцелились И Примирил Нас С Богом Колоссянам 1 19 20 Ибо Благоугодно Было Отцу Чтобы В Нем Обитала Всякая Полнота И Чтобы Посредством Его Примирить С Собою Все Умиротворив Через Него Кровью Креста Его И Земное И Небесное Премудро Премудрость Соломона 4 7 Благословенно Древо Через Которое Бывает Правда Посредством Святого Креста Спаситель Избавил Нас От Власти Дьявольской Послание Колоссянам 2 Глава 14 15 Стихи Истребив Учение Бывшее О Нас Рукописание Которое Было Против Нас И Он Взял Его От Среды И Пригвоздил К Кресту Отняв Силу Начальство Властей Властно Подверг Их Позору Восторжествовав Над Ними Собою Убив Вражду На Нем На Кресте Ефесянам 2 16 И В одном Теле Примирить Обоих С Богом Посредством Креста Убив Вражду На Нем Гнига Исхода 3 Глава С 1 По 5 Стихи Моисей Пас Овец У Иофора Тесня Своего Священника Меодиамского Однажды Провел Он Стадо Далеко В пустыне Пришел Горе Божией Хариу Явился Ему Ангел Господень В пламени Огня Из Среды Тернового Куста И увидел Он Что Терновый Куст Горит Огнем Но Куст Не Сгорает Моисей Сказал Пойду И посмотрю На себе Великое Явление Отчего Куст Не Сгорает Господь Сюда Сними Обувь Твою С ног Твоих Ибо Место На котором Ты Стоишь Есть Земля Святая Место Где Явился Господь Названо Святым Место Где Открывался Господь Людям Названо Святая Святых Святынею Великою Книга Исход 30 Глава 28 Восьмой Стих И Ветхозаветний Жертвенник На котором Приносились Кровавые Жертвы Животных Не Уничтожавшие Грехи И все Принадлежности Его Жертвенника Были Святынею Великою Книга Исход 30 Глава 28 29 Стихи И Матфея 23 Глава 21 Стихи Сейчас Откроем И И Клянущийся Храмом Клянется Им И Живущим В нем Вот такое Местописание Тут Предлагается Так что Все Прикасающееся К ним Освещалось То Несравненно Более Великая Нас Освещающая Святыня Крест Христа На котором Заклон Спаситель Мира Принесший Себя В жертву Чтобы Подъять Грехи Многих Дабы Дабы Вы В нем Сделались Праведны Перед Богом Крест Христов Поставил Его И Он Пострадал Не за Свои Грехи Которых У Него Не Было А По Любви К Нам Евреям 9 28 Так И Христос Однажды Приснеся Себя В жертву Чтобы Подъять Грехи Многих Во второй Раз Явится Не Для Очищения Греха А Для Ожидающих Его Спасения 2 Коринфянам 5 21 Ибо Нез Нашего Греха Он Сделал Для Нас Жертву За Грех Чтобы Мы В нем Сделались Праведны Перед Богом Крест Христов Прославил Его Евангелие Таана 17 Глава 1 5 Стихи После Сих Слов Иисус Возвел Очи Свои На Небо И Сказал Отче Пришел Час Прослав Сына Твоего Да и Сын Твой Прославит Тебя И Ныне Прославь Меня Ты Отче У тебя Самого Славую Которую Я Имел У Тебя Прежде Бытия Мира Луки 24 26 Не Так Ли Надлежало Пострадать Христу И Войти В Славу Свою Филиппийцам 2 Глава 8 9 Стихи Смирил Себя Быв Послушным Даже До Смерти И Смерти Крестной Посему И Бог Превознес Его И Дал Ему Имя Выше Всякого Имени И Он Пострадал Не За Свои Грехи Которых У Него Не Было А По Любви К Нам 1 Петра 2 Глава 22 Стихи Он Не Сделал Никакого Греха И Не Было Лезть В Устах Его А То Что По Любви К Нам Вот Вместо 1 Иоанна 4 Глава 9 10 Стих Любовь Божия К Нам Открылась В том Что Бог Послал В мир Единородного Сына Своего Чтобы Мы Получили Жизнь Через Него В том Любовь Что Не Мы Возлюбили Бога Но Он Возлюбил Нас И Послал Сына Своего В У Поэтому Апостол Павел Ничем Не Хотел Хвалиться Разве Только Крестом Господа Нашего Иисуса Христа Галатам 6 14 А я Не Желаю Хвалиться Разве Только Крестом Господа Нашего Иисуса Христа Которым Для Меня Мир Распит И Я Для Мира Поэтому И Христиане Первых Веков Были Ганимы За Крест Христов Галатам 6 12 Желающие Хвалиться По плоти Принуждают Вас Обрезываться Только Для Того Чтобы Не Быть Ганимы За Крест Христов И Только Погибающие Враги Креста Христова Не Не Почитает Его За Святыню Пуская Ту Мысль Что Пострадав Телом На Кресте Христос Принял На Себя Грехи Всего Мира И Вот О Врагах Креста Христова Послание Филиппийцам 3 главе 18 стих Говорится Ибо Многие О которых Я Часто Говорил Вам Теперь Даже Со Слезами Говорю Поступают Как Враги Креста Христова Все Ветхозаветные Люди Должны Были Исполнить Весь Закон Галатам 5 3 И Не Исполняя Его Были Постоянными Должниками Перед Богом Ибо Написано Проклят Всяк Кто Не Исполняет Постоянно Того Что Написано В Книге Закона Но Христос Заплатил Богу Долги Кровью Свою Пролитую На кресте Где Было Уничтожено Истреблено Исполнившимся Учением Христа Себе Как Мессии Спасителя Мира Бывшая Против Нас Рукописание То Весь Обрядовый Ветхозаветный Писанный Закон Всегда Служивший Доказательством Грехов Людей Не Могших Исполнить Всех Его Предписаний Теперь Благодаря Крестным Страданиям Христа Мы Уже Не Под Законом Но Под Благодатью Римлянам 6 14 Грех Не Должен Над Вами Господство Типа Вы Не Под Законом Но Под Благодатью Если Понимать По Сектански То Получится Кощунство И Богохульство Ибо Если Грехами Осквернен Крест То Осквернено И тело Его И учение Его Ибо Сказано Что Он Грехи Вознес Телом Своим И Истребил Их Учением Своим Не Место Греху Там Где Пребывал Сын Божий Не Могут Оставаться Грехи На Кресте А Мы Там Пречистой Кровью Христа И Приведенные Сектантами Слова Нужно Понимать В том Смысле Что Христос Крестную Смертью Уничтожил Все Наши Грехи Освободив Нас От Убивающей Буквы Ветхозаветного Закона Пископ Феофан Толкование На Послание Колоссянам 1892 Год Страница 123 Вопросы По Прочитанному Пожалуйста Пойдем Дальше Разберем Вот Сектантские Мудрования По Свете Библии Мудрование Первое Ложное Сектанты Утверждают Что Всякий Крест Есть Виселица Следовательно Крест На котором Был Повешен Христос Проклят Ну Известно Что Они Нательные Кресты Не Носят Вот Именно Вот Сылаясь На Вот Это Местописание Старозаконие Книга 21 Глава 22 23 Стихи Если В ком Найдется Преступление Достойного Смерти Он Будет Умерщелен И Ты Повесишь Его На Древе То Тело Его Не Должно Ночевать На Древе Но Погреби Его В тот же День Ибо Проклят Пред Богом Всякие Повешенные На Древе И Не Оскверняй Земли Своей Которую Господь Бог Твой Дает Тебе Удел Галат Галатам 3 13 Христос Искупил Нас От Клятвы Закона Сделавшись За Нас Клятвою Ибо Написано Проклят Всякий Висящий На Древе Премудрость Соломона 14 18 К усилению Жепочитания И От Незнающих Поощряло Чаяние Будожника Что Должен На Этого Мудрования Отвечать Православный Виталий Будешь Читать Приводимые Места Из Старозакония И Послания Галатам Ясно Говорят Что Проклято Не Древо А Тот Кто Висит На Древе На Дереве То есть Христос Сделался За Нас Клятвою Всякий Крест Называется Проклятым Потому Только Что На Нем Висел Преступник То Есть Так Считать Было Бы Так же Бессмысленно Как Сваливать Вину В Убийстве Не На Сам Убийцу Но На Предмет Которым Он Совершил Преступление Тем Более Нельзя И Нелепо Именовать Проклятым Святой Крест Когда На Нем Висел Не Преступник А Безгрешный Спаситель Мира А Место Из Премудрости Соломона Говорит Не О Кресте А Об Идолах Которых Называют Богами А Крест Никто Не Называл Богом Наше Поклонение Говорится На Седьмом Вселенском Соборе Относится К Распятому Христу А Не Просто К Дереву Дерево Может Быть Проклятым Или Благословенным Предыдущий Стих Премудрости Соломона 14 Глава 7 Стих Благословенно Дерево Через Которое Бывает Правда Но И В Ковчег Через Который Пришла Правда Что-то Наверное Ты Теперь Сергей Или Что Не Не Проклонение Твоё Чуть Чуть Пониже Пожалуйста Не Видно Крест Христов Действительно Есть Благословенное Дерево Всё Зелёное И Небесное Мы Примирились Богом Иисусом Христом Кровью Креста Его Колоси Нам 1 Глава 20 И Чтобы Посредством Его Примирить С Собою Всё Умиротверив Через Него Кровью Креста Его И Земное И Небесное 1 Петра 2 Глава 24 Стих Он Грехи Наши Сам Вознёс Телом Своим На Древо Дабы Мы Избавившись От Грехов Жили Для Правды Ранами Его Вы Исцелились Посредством Креста Уничтожена Вражда Наша С Богом Христос Убил Вражду Эфеси 2 Глава 14 15 Стихи Ибо Он Есть Мир Наш Соделавший Из обоих Одно И Разрушивший Стоявшую Посреди Преграду Упразднив Вражду Плотию Своею А закон Заповедей Учением Дабы Из двух Создать В себе Самом Одного Нового Человека Устроя Мир Проклятым И Осквернённым Крестом Апостол Не хвалился Бы Галатам 6 Глава 14 Стих А я Не желаю Хвалиться Разве Только Крестом Господа Нашего Иисуса Христа Которым Для меня Мир Распят И я Для Мира Великий Грех Называть Крест Осквернённым Когда На нём Совершилось Спасение Что Говорит И сам Христос И 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 Нужно Вознесену Быть Сыну Человеческому Число 21 Глава 8 9 И Сказал Господь Моисею Сделай Себе Змея И Выставь Его На Знамя И Ужаленный Взглянув На Него Останется Жив И Сделал Моисей Медного Змея И Выставил Его На Знамя И Когда Змей Ужалил Человека Он Взглянув На Медного Змея Оставался Жив В Нем Прообразовал Собою Распятого Христа Знамя Его Честный Крест Премудрость Соломона 16 7 Ибо Обращавшийся Исцелялся Не тем На что Взирал Но Тобою Спасителем Всех Ужели Нельзя Нельзя Было Прогнать Змея Нельзя Было Истребить Нельзя Было Исцелить Словом Но Как Слово Божие Могло Источить Воду Из Скалы Скала Не Ранее Повиновалась Чем Увидела Знак Креста Так И Здесь Оно Могло Прогнать Бы Змей Но Змеи Не Раньше Были Укращены Чем Увидели Образ Креста Умертвившего Жало Демонов Святитель Иоанн Златоуст Знамя Христова Знамение Или Крест Христов Явится На небе При кончине Мира Матфея 24 Глава 30 Стих Тогда Явится Знамение Сына Человеческого На небе И Тогда Восплачутся Все племена Земные И Увидят Сына Человеческого Грядущего На облаках Небесных Силою И Славой Великую Восплачутся Тогда Все племена И Враги Креста Христова Но Будет Уже Поздно Вопросы? Все Все Понятно Игнарий Тихонич Замечания Дополнения Какие есть Нет Замечания Надо просто Носить Крест Уважать Его Почитать И Читать Молитву Честному Жотворящему Кресту Вы Знаете Его? Да Воскреснет Бога Да Расточатся Враги Его Тогда Пойдем Дальше Еще Одно Возражение Сектанское Господь Отверг Почитание Медного Змея Уничтоженного Царем Эзеки 4 Царство 18 Глава 1 Покатой Стихи Третий День В третий Год Осии Сына Илы Царя Израильского Воцарился Изэки Сына Хаза Царя Иудейского 25 лет Он был Когда Воцарился И 29 Лет Царствовал В Иерусалиме И во Матери Его Ави Дочь Захарии И Сделал Он Угодное В очах Господних Во всем Так Как Делал Давид Отец Его Он Отменил Высоты Разбил Статуи Срубил Дубраву И Истребил Медного Змея Которого Сделал Моисей Потому Что До Самых Тех Дней Сыны Израилевы Кодили Ему И Называли Его Нехуштам На Господа Бога Израилев Уповал Он И И Такого Как Он Не Было Между Всеми Царями Иудейскими После Него И Прежде Него Следовательно Нельзя Почитать Крест Которому Ходят Христиане Православный Если Медный Змей Исцелявший Израильтян Хранился При Храме Божьем То Следовательно Он Считался Святынею Уничтожен Он Был Езекию Вместе С Идолами Потому Что Евреи Стали Боготворить Его Змея Считать Его За Нехуштана Что Касается Каждения То Запретив Кодить Идолам Повелевает Кодить В Краме Исход 40 Глава 5 И Поставь Золотой Жертвенник Для Курения Пред Ковчегом Откровение И Повесь Завету У входа В Тиню Каждением Перед Крестом Ему Воздается Не Божеское Поклонение А Такая же Честь Как Святым Иконам Святому Евангелию И Прочим Христианским Святыням Почитая Крест Мы Почитаем Христа Крест Жертвенник Евреем 9 Глава 26 Иначе Надлежало Ему Многократно Страдать От начала Мира Он же Однажды К Концу Веков Явился Для уничтожения Греха Жертву С Твоею Второе Коринфянам 5 Глава 21 Ибо Незнавшего Греха Он Сделал Для нас Жертву Из-за Грех Чтобы Мы В нем Сделались Праведными Пред Богом Жертва Без Жертвенника Не бывает Если Христос Жертва То Его Жертвенник Крест Святой Если Ветхозаветный Жертвенник Святыня Великая И все Прикасавшиеся К жертвеннику Освещались Исход 29 37 Семь дней Очищай Жертвенник И освети Его И будет Жертвенник Святыня Великая Все Прикасающиеся К жертвеннику Освятятся То Тем Более Великая Святыня Новозаветный Жертвенник Крест Крестов Освещенный И пролитой На нем Кровью Спасителя Мира Вопросы Третье возражение Сектант Под крестом Которым Хвалился Апостол И который Он считал Святынею Нужно Нужно Разуметь Не Вещественный Крест А Духовный То есть Терпение Страдания Марка 8 34 И подозвав Народ С учениками Своими Сказал им Кто хочет Идти за Мною Отверни Отвернись Себя И возьми Крест Креста Своего Идет За Мною Не Может Быть Моим Учеником Православный В приведенных местах Писания Говорится Не о Христовом Кресте А о Нашем Кресте Возьми Крест Свой Кто Не берет Креста Своего Под этим Крестом Действительно Надо Разуметь Духовный Крест Который Каждый Из нас Должен Нести Безропотно Какому Какой Бог Послал Но У Христа Кроме Духовного Был Еще Вещественный Крест Который Он Нес На Годором Был Распят И Умер Иоанна 19 17 И Неся Крест Свой Он Вышел На Место Называем Лобное По Еврейски Голгофа Матфея 27 32 Выходя Они Встретили Одного Кириньянина По Имени Симона Сего Заставили Нести Крест Его Марка 15 21 И Заставили Проходящего Некого Кириньянина Симона Отца Александрова Ируфова Идущего С поля Нести Крест Его Иоанна 19 Глав 25 Стих При кресте Иисуса Стояли Матерь Его И Сестра Матери Его Мария Клеопова И Мария Магдалина Марка 15 30 Спасти Себя Самого И Сойди Со Креста Этим Вещественным Крестом Хвалился Апостол Павел А не Одними Его Страданиями Колоси 1 Глав 20 И Чтобы Посредством Его Примирить С Собою Все Умиротворив Через Него Кровью Креста Его И Земное И Небесное Ибо Духовный Крест Не Может Иметь Никакой Крови Нужно Рассуждать От Писания А не От Своих Мыслей Умиротворив Убедем Убедем Так Вопросы По этому Возражению Крест не только Духовный Но и Вещественный Ну и Духовный Тоже Итак Четвертое Возражение Крест Это Тоже Ишафот Виселица Можно ли Честовать Плаху На которой Умер Дорогой Мой Человек Могу ли Я Почитать Дерево Которым Убит Брат Или Отец Православный Сравнение Креста Христова С Виселицей Или Другими Орудиями Смерти Совершенно Неудачно И Если бы Моего Брата Убили Или Повесили За его Преступление То Тогда Орудие Смерти Было бы Для меня Противно Потому Что Напоминало Бы Мне О Тяжком Позоре Всей Моей Семьи Но Если бы Враги Повесили Убили За правду Я бы Считал Те предметы Дорогими Для меня Принесшими Убитому И семье Вместе С горем И славу Крест Христов Принёс Спасителю Не позор А великую Славу Иоанн 17 4 После Сих слов Иисус Возвёл Очи Свои На небо И сказал Отче Пришёл Част Прославь Сына Твоего Да и Сын Твой Прославит Тебя Лука 24 Глава 26 Стих Не так ли Надлежало Пострадать Христу И войти В славу Свою Сравнивать Кощунственно Святой Крест Безгрешного Креста С виселицей Преступника Это может Это может Делать Человек Не верующий И не умеющий Отличать Священное От несвященного И чистое От нечистого Левитам Левитам 10 глава 10 стих Убедил Вопросы? Час Прошел У нас Пожалуйста Кого есть Вопросы Задавайте Так Ну вопросов Нет Игнать Тихонович Ну Пожалуйста Добрый день Добрый Вопрос Такой Сейчас Стал ходить На курсы При храме Враева Серафима Саровского В Москве И там Нам читали Лекцию Про миссионерство Вот Доводилось Ли вам Познакомиться С концепцией Миссионерской Деятельности Она Оказывается Была Опубликована В 2007 Году На сайте Патриархии И Если Доводилось Что Что вы думаете Об этом А если Не доводилось Может быть Имеет смысл Посмотреть Куда Призывают Людей Вот Просто Я даже Не мог Представить Что в 2007 Году Что-то Такое Приняли Оказывается Приняли И учебник Нам Посоветовали По Миссионерской Деятельности Миссиология Называется Вот Еще Вот Миссионер Никого Нету И Действительно Если Женский Пол На вторую Букву Алфавита Тянет А мужчины Наркоманы Пьяницы И Проще Все Православные Бог делает Это Молитва Вымоли У Бога Какое Твое Место Вот Иеремия Был Благовестник И Миссионер Это Миссионерскую Работу Когда Человек Делает Он Совершенно Забывает О Самом Себе А у Них Целые Отделы Ходят Записываются Миссионеров Нашли Это Выученики Дворкина Самые Такие Сатанелые Все Везде Друг на Друга Натравливают Миссия Это Труд Духа Святого Вот Весь Ответ А вопрос Тогда На самом деле То что они Рассказывали Это То же самое Например То что я От вас Слышал Классификация Людей Как с кем Разговаривать Какие там Произведения Искусства Привлекать Для проповеди Как нам Совместить Тогда Обычным Православным Обучение Именно тому Как людям Благовестовать Где брать Данные Я понял Это о благовестии Речь идет Не о миссии Миссия Это совершенно Не человеческое Дело Это только Благодать Духа Святого Делает Тебе может Проповедовать Надо Один час Будет А Десять часов Надо на молитве Пробыть Примерно Вот такой Рацион Они Этого Не знают Они Ожесточенные Злобные Такие Миссионеры По всему Видно Это Люди Говорят Не мира Всего Куда Бог Пошлет Он Не рассуждает А патриарх Кирилл Говорит Я сказал Монаху Говорит Туда Надо Там Где Ванадырь Ехать На север Он Говорит Я не могу Там Сильно Холодно Говорит Мне воздуха Не хватает А я Говорю ему Какого Воздуха Тебе Не хватает Ты Отрекся От Всего Вот Весь Ответ Патриарх Кирилл Наткнулся Мы Как-то В машине Вместе Ездили До Нашего Сегодняшнего Митрополита Сергия Был Здесь Епископ Максим А до Него Первый Епископ На Алтае Был Масензич Антоний Мы Были Близкие Ездили Он Говорит У меня Нет Ни Одного Миссионера Он Сам Это Понимал Миссионера Ни одного Нет А священников Сотни Ну и Покажите Какой Миссионер Где Конкретно Теоретически Да А практически Когда встречаешься И ничего Нет Их Нельзя Подготовить Он Доверяется Богу И Бог Избирает И посылает А почему Именно Его А вот Это Уже Богу Вопрос Задавать Почему Именно Его Он Его Избрал И У Него Нетерпение Пойти Кто Пойдет Исайя Выскочил Я У тебя Уста Нечистые И дальше Начинается Лечение Амбулаторное Мысли Очистить Я Он Считал Я Считаю За Священномущенника Даниила Сысоева Но Когда Проповедовал Где Говорил Как Он Разговаривал С какими Людьми Со Старобрядцами Я Вижу Никакой Не Миссионер Совершенно Даже Грамма Нету Вот Посчитайте Как Он Беседует С мусульманами Со Старобрядцами Где И дальше Прогулка Или Путешествие По Храму Ну Что Ты Можешь Показать Храме Человек Человек Который Не Утвержден Ты Его Только Закрепишь В этом Выдолопосчитании Иконы Это Он И не Видит Он Как Идолопоклонник Будет Вот То Что Я Могу На Эту Тему Сказать Бывает Так Человека К Тебе Привели Прямо Привели В дом Я Ни Одного Слова Ему Не Могу Сказать А Почему Не Могу Я Ответить Совершенно Не Знаю А Другой Он Явно Что Не Привожий Совсем Товар А Ему Сразу Начинаешь Говорить Почему Иоанн Златоуст Говорит Деяния Апостолов Правильно Было Назвать Эту Книгу Деяния Святого Духа Вот Он Это Понимал Деяния Святого Духа Ну Не Дворкин Ж Этим Будет Заниматься Я Знаю Которые Выступают Там Священники Я даже Назовать Не могу Я Сейчас Назову Их Имена Просто Скажу Что Они Не Понимают Одно Слово Не Понимают Они Знают Про Маяковского Про Есенина Все Знают Они Сейчас Злятся На Меня Бросятся А на Мне Живого Места Нет Мои Награды Где Рано Там Награда Вот Любого Сейчас Только Назову Обращаются К этому Коллегу Стеняеву Первый раз Обратилась Сестра Сартисон Там Екатерина Кажется Или Кто А вы Что можете Сказать Олапкин Я его знал Давно Встречались Он Необыкновенно Продуктивен Обращаются Люди И дальше Но С тех пор Я его ни разу Не встречался Больше Но мы с ним Ехали Как-то В поезде Я к нему Он лежал В больнице В Москве Посещал Он так сказал Но когда Сейчас Он спрашивает Он первое Что говорит Раскольник Какой Раскольник Кто Меня колол С какой Позиции Что-то Он считает Знает Нет Его там Уже Прикормили На дармовых Курочках Жареных И он Ничего Не видит А был Здесь Приезжал Здесь В Потеряевке А он Был В зарубежной Церкви Здесь Ну и Служил В Каинске И вот Дескать У нас Тут один Храм Только был Покрова Божьей Матери Он сейчас Капидральный Собор И он Ну давайте Отобьем Этот храм Вам Отобьем Как Я знаю Как То есть Что нужно Делать Там Видимо Какую Провокацию Сделать Я Я Я говорю Ты 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 В Уме Или Нет Вот Он Такой Был А потом Раз Перметнулся Уже В Патриархии И он Там Патриархийное Все Знает Но Среди Вот Худших Он Лучший Он Библию В руках Держит И все У него Смешки Какие-то Как он Был В Индии Все Хохочет Весь Зал Да Где Вы Видели Чтобы Проповедь Миссионера Вызывала Смех Он Повергает На колени В слезы А он Говорит Вот Как Из Чечни Там Ехали Остановили И кто Такой Это Подделка Один Посмотрел Видит На меня Морда Красная Пьяный О Это Настоящий Да еще Пузо Колесом Миссионеры Вот Кагановище Как-то Сказали А вот Такие Это Там Гайдар И другие Сейчас Новые Пошли Руководители Я Не Свои Слова Говорю Он Говорит Ему Говорят Это Новые Руководители Народа А Он Это Что Ответил Говенные Руководители Они Только Разбазарят Страну Так Все Получилось Так Эти слова Вполне Применимы К этим Колже Миссионерам Они Страшно Злобные Я могу Их Называть Там Стувы Один Есть Новосибирский Тут выступает За икону Спрятался И оттуда Как говорится Шнырь болотный Ничего не знают Подходишь К нему Он Вообще Как неверующий Человек Может Тебя Готематом Обложить Не задержится Миссионеры Миссионер На коленях Жизнь проводит На Тощий Желудок А это Как говорится Полтонны Что он может Сказать Ему килограмм Шестьдесят Надо только Пузо Сбросить Не стыда Ничего Перед людьми Вываливает Такую мамону Явно Что это Неподвижник Никто Где ты видел А все люди Понимают Разожрался Харь это Какая у него Вот и весь ответ Миссионеры Миссионер Это Полное Отречение От самого себя Это Дух Открывает У меня Откровения На каждом шагу Могут быть Говорить Не говорить Это Нельзя научить Этому Это показывается Какое место Стих Какое открыть Только и всего А они то Не это показывают Мимики Жесты Я по другому Не могу ответить Потому что У меня Пятьдесят Пять лет Стажу На этой работе Это труд Божий Труд Не знающий Где день Начинается Где ночь Вот и все Игнатий Тихонович У меня Вот такой вопрос Вы же знаете Отца Артемия Бондаренко Вы с ним знакомы Общались И переписывали Да Вот Он сюда В Германию Был направлен Как миссионер У него статус Миссионера Мы У нас статус Познепереселенцы Он миссионер Он Он организовал Четыре прихода Здесь В Германии У нас В том числе и наш Так вот Считать его Миссионером Или Организатором Приходов Организатор Приходов Он Никакой Не миссионер Он рядом Не стоял С миссией Вспомните Как он вас Встретил Когда узнал Что вы приняли Крещение Потеряевки Что он С вами делал Да Помню Это не дело Миссионера Так себя вести Миссионер Он вообще Об этом даже Не подумает Он Год Около тебя Будет И все Не будет Знать Сказать Или не Сказать Тебе Чтоб Тебя Не оттолкнуть А этот А посмотри Как заходят Люди Какие женщины И крашенные В брюках Как угодно Могут Они Этого Не Видят Ничего Главное Чтобы Доход Приход Был Ксения Юрова Задает Вопрос Слышал От Олега Стеняева Что Несением Креста Своего Называется Исполнение Заповедей Божьих Так Ну и Исполнение Заповедей Божьих Когда это Противоречит На дыбы Поднимает Окружающих И тебя будут Бить за это А не просто Исполнение Исполнение Это как Дыхание Для человека А именно В том Что я Исполняю Посты Женщина Сама Исполняет А не Проблема Проблема В семье Ненавижу Это слово Презираю Его Его нигде Нет От американцев Приняли Его Не надо Ничего Это Надо Считать Считай То Что Сделано А не Оглянуться Ничего Нет Если Делает Море И Сушу Обходит И Делает Хуже Себя Сыном Гиенны И Главное Уже Прям Ухватишь Его Держишь Его Он Все Еще Выкручивается Писание Только Извращают То Соблюдение Заповедей Ну Никак Не Крест Какой Это Крест Крест Это Страдание Когда Тебя За что Гонят Крест Ты В неверующей Семье Там Ребенок Его Притесняют Не Дают Там Крест Срывает Или Что Это Его Крест Смеются Там Плюют На Него Это Крест Вот Как Смотрим Фильм Школа Класс Там Есть Издевались Над Ребятишками А Они Пришли Двое Вооружились И Перестреляли Весь Класс Это Документальная Основа В Эстонии Было Можете Посмотреть Это Фильм Класс Называется Одним Словом Как Называется Класс Класс Очень Хороший Сейчас Продление Этого Фильма После Когда Закончился Фильм И Какие Последствия Какие Там Суды Пошли Они Прямо Оттуда Берут Все Как Это Ложь Идет И Заканчивается Тем Что Учительница У доски Стоит А Оказалось Что Они Теперь Стали Лгать Что Не Было Этого Что Они Не Заставляли Снимать Штаны И В рот Ему Толкать А Другой Один Снимал Снимал И Тоже Отказывался Одна Девчонка Это Дело Раскрутила Было Это Ну Ее Чуть Не К Суду Привлекли Она Говорит Было И Все Видимо Молились И Друг Один Дрогнул И Сказал Было И Учительница Стоит У доски И Урока Нет Она Отпустила Им Сказала Ну Бывает Говорит В Класс Да Везде Так Бывает Один Ну Может От силы Два Там Хулиганят Но Тут Целый Класс Да Что Ж Это Такое И Она Уткнулась В доску Гриппельную И Заплакала Как Лозинка Такая А Другие Как будто Ничего Не Видят Лгут На Кажем Шагу Не Было Ничего И Оказалось Все Это Было Как Вы Лгали Это Вы Уламывали Уламывали Везде Что Ты Скажи Нет Они Над ней Издеваются И Она Ничего Не Может Сделать И Господь Все Таки Отнял А Теперь Как К родителям Относится Как Хоронят Расстрелянных Дальше Отношение К его Родителям Какое А родитель Тебе Виноват Был Что Ты Не Мог Сдачи Дать Да Ему Отец Научил Он Дал Сдачи Отцовое Оружие Взял Вооружил Друга И Пошли Зашли И Расстреляли В столовой Выстрелами В упор И Главного Который Над ними Издевался Изгалялся А Потом Они Решили Сами Себя Убить Один Убил А другой Не Стал Убивать Себя Посмотреть Советую Всем Этот Фильм Еще Есть Фильм Триумф Триумф Как Школа Которой Класс Абсолютно Невозможно Было С ним И Как Один Человек Награды Получал Все Как Учитель Говорит А что У меня Все Тут Хорошо Я Поеду В Нью-Йорк Поехал И там Самый Такой Класс Ему Дали Он Стоит А у него Кидают Там Около Доски И Как Он Все Прибрал К рукам Как Господь Это Сделал Вот Это Работа Миссионера Крест Поношения Побои Насмешки Издевательства Это Его Крест А эти Нигде Не были Они Этого Не знают Они Знают И Не верят Когда Я Рассказываю Как У меня Было В тюрьме Сколько Человек Молились Которые Отступали От Вся Греха Которых Я Не Приглашал Даже Ночами Молитва А как Это Было Не Знаю Я Это Бог Делает Еще Раз Повторяю Я Разговаривал С теми Кто Сидел По 9 Лет Как Отец Глеб Якунин Саша Огородников Зоя Александровна Крахмальникова Ни у кого Этого Не было Они Даже Не Слышали И Не Верят А Почему А Григорий Ниски Сказал Люди Верят Только В То Что Сами Могут Сотворить А Это Нельзя Сотворить Что То Можно А Миссионерскую Работу Нельзя Сотворить Она Нам Не Принадлежит Она Неземное Деяние Повторяем Благовестнический Отдел Да Они Могут Создать Говорить Выступать На Трибуне А Миссионерский Нельзя Создать Это Уподобление Христу Во Всем Еще Вопросы 10 Минут У Нельзя Есть Что В интернете Говорят Что 14 Декабря Украина Пойдет Войной На Донбасс Что Там Никит Ничего Не Слышно В Украине У У Меня Был Отец Павел Сегодня Ермоленко Каминоби И Он Там Какая-то Женщина Обмирала Что-то Сказала И Вот 3 Января Китай Пойдет На Россию Я Говорю А если Не Пойдет Пойдет Я Говорю Ну А если Не Пойдет Ты Какую-то Придумай Кару Себе Язык Подрезать Или Шилом Проткни Его У У Меня Одна Очень Хорошая Женщина Была Знакома Она Сновидение Все Видела Нет Не Община Такая Она Помогала Нам Всегда В Лагере Ее Сильно Обижали Контейнера Идут С товарами Обкрадут Она Предприниматель На нее Покушение Сколько Было И Господь Спас Ее Мы За нее Молились И Молимся И Вот Она Говорит Я Видела Во сне Вот То-то То-то Покушение Будет На Путина Его Убьют Его Застрелят А сама Попала Под Поезд И Ее Раздавила Она Умерла А Путин Как Жил Так И Живет Она Говорила Это Зимой Обязательно Будет Я Говорю Не Надо Это Говорить У нее Все Валила Голова Эти Предсказатели Они Больные Люди Спрашивает Дмитрий Как Дела У Отца Павла Мы Помним Видео С ним Смотрели Как Он К вам В гости Приезжал Вот Смотреть Будете Завтра Утром Смотрите И Потом Еще Два Ролика Записал Один Полтора Часа Почти А Второй Когда Я Ему Говорю Он Пристал К Епископу Какому Он Был У Тихона Пасечника Омского Это Законно Рукоположенный А он Пристал Сейчас К Серпской Церкви Серпской Сербии Это Там Страна Такая Слабенькая Зачем Сюда Лезть Это Серпская А Епископ Акак Звать Акакий А где Он Акакий Ну Покажи Мне Акакия Кто Его Рукополагал Он Не Знает Я Сегодня Все В интернете Целый День Сидел С Серпской Церкви Разбирался С Пасечником С Ему Все Это Показал Мы Беседуем Ну Я Один Говорю Держу Прибор Рука Трясется Но Все Все Видно Понятно Он Поехал Домой Он Всякое Вот Это Легко Поддается Верит В Это Игнатий Тихонович А что У нас Здесь В России Серпская Церковь Есть Ну Конечно Если Он Находится Здесь Не Церковь Он На дому Молится Где Он Епископ Там Ничего Не знаю Только Стервигова Спрашивать Надо Не Понятно Экзотика Это Выдуманная Какая-то Что Нет Это Не Выдуманная Но У них Рукоположено У них 53 Епископа А Население Во всей Стране 9 Миллионов Ну А в России То Она Есть Ну Вот Он В России Находится И Он Дескать Принял Его Как Через Кого Я говорю Хоть Видел Его Да Нет На Кто Руку Полагал Но Я Фотографию Видел На Фотографию Ты Что Смотришь Там Можешь Что Угодно Сегодня Показать Орлиные Крылья У Тебя На Ушах Как Ребенок Я Говорю Ты Ты Бунтовал Против Переписи Было Я Тебя Увещевал Помнишь Он Помню Ну Помнишь Ты Был Против Компьютера Что От Сатаны А Про Интернет Говорить Не Надо Тут Дьяволиада Одна А Теперь Сын Растет Вырос Ему Уже 22 Года 23 И Теперь И Компьютер Есть И Все И Спрашиваете Я Ему Показываю Ты Меняешь Мнение Мне Это Очень Не Нравится Никакой Константы Нет Вот Мы Наша Хрестовозвиженская Община Барнаули И Потеряевки Две На всю Россию Которые Ни с места Не сдвинулись Какие были Такие Остались Никому Не пошли Остались РПЦЗ Были отношения Хорошие С патриархией Такие Есть Приезжает Метрополит Священники Харисты Семинаристы И У нас Потеряевки Служат Вот А самое Правильное Вот Как Я был В Москве На Берсеневке У отца Кирилла Сахарова Он все Ведет По-старообрядчески Одеяние Все Старообрядческое Но Находится Не в Единоверческом Согласии А именно Патриархии Я тогда Ему сказал Это самое Правильное Вернуться К дореформенному Если тебе Надо Если тебе Хочется Это Чтобы Богослужение Там по 4-5 Часов Только было Не 2 часа Полтора Но Никуда Не уходи Там Где Ты Находишься Вот Это Самый Правильный Путь Он Болеет К слову Сказать Надо Помолитесь О нем Он Член Союза Писателей Кто В Москве Посетите На Берсеневке Там Метров 200 От Храма Христа Спаситель На Другом Берегу Канала И Вот Там Рядом Видно Храм На Берсеневке Николы Поклон Передадите Познакомьтесь С ним И Жалеть Не Будете Он Приезжал Потеряевку С Целой Компанией Тут Родители Дети Были Здесь Я К Нему Всегда Заезжаю Он У меня Там Сразу Стихарь Одевает И Я В Храме Говорю Где Он Там Служит И В Другом В Проповеди И И А ещё В России Где Нибудь Вам Известны Подобно Вашей Православной Общины Думаю Нет Никаких Все Перешли Иначе Было Бы Известно Нету Кто Перешёл Комскому Архиепископу Тихону Пасечнику К Гафангелу Метрополит Пашковский На Украине где-то в Одессе. Вот я знаю, приезжает Антоний, митрополит Антоний Орлов, в Америке, приезжает сюда где-то. Никого нету. На 13 разных юрисдикций разбились. А мы не с места никуда. Нас они давили, обзывали, ничего только не делали. А сейчас все установилось. А мы никуда. Просто молимся и все. И они приезжают к нам. И Максим этот приезжал, Дмитрий перед этим был. А этот вообще родной отец. Отец таким поехал в отпуск. В епархию обратился. Ему сразу дали удостоверение, что он не под судом, не под запретом. То есть может везде причащаться и прочее. И они, он говорит, имеют полное общение. Обо мне пишет он характеристику. С патриархией через нашу епархию. Вот как сказать надо. И он рядом здесь. И тут исследует. У меня, у Игнатия Тихоновича не выявило ни канонических, ни догматических нарушений. А который знать не знает, он трепет языком безбожник. В священнической форме. Злодеи. Миссионерский отдел руководит. А сам злобный, говорит, как хорек в клетке. Хотел узнать еще, Игнатий Тихонович, про судьбу. У вас вот пара, там венчание было в Потеряевке. Увез ее то ли в Германию, то ли в Канаду. Мужчина приезжал. Тоже судьба как-то известна их. Я сейчас не помню, как зовут. Он с сыном приезжал. Это Наташа Приходько, наверное. А она не... А при чем тут Канада? Она в Америке. И вот они просили, муж там у нее заболел, подозрение на нехорошую болезнь. Валерия звать. В Канаде у нас близко нет. Вот ребенка привозили оттуда два года. Ребятишек. Мать приезжала с ними, отец. Королеву фамилия. Блин. Урага. Что-то антракт молчания надолго затянулся. Помолимся давайте. Блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величает. Благодарим. 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 Благодарим за этот вечер. Благодарим. Благодарим. Благодарим за нашу молитву. Избери миссионеров и пошли их на труд христианам, язычникам, мусульманам и буддистам. И научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи таким людям. Тебе, Господи, хвала, Тебе честь и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Проси Христос. Проси Христос.